Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова я, снова в рубрике, у которой теперь есть название. Первое, чем хочется поделиться, день рождения канала. Один год. 27 февраля прошлого, 2021 года, вышла первая серия медиума. Тогда еще в формате теста моего интернета, без настроек записи, без звука. Прохождение началось с непонятного многим момента, а не сначала. Половина серии была без монтажа, на остальных же только осваивал работу с Вегасом. Все в целом было с лагами, без превью, без описания и много прочего. Все очень криво, но с душой. Хорошее прохождение, которое иногда включаю, особенно по ночам, когда устал и ничего не хочется. С днем рождения нас! Хочу выразить признательность всем своим подписчикам, вас уже 466 человек. А также отдельно хочу поблагодарить Валерея и его дружественный канал Валера МХМ за помощь и поддержку в развитии. Обязательно заходите к нему в гости и передавайте салют от великого инквизитора. У него регулярно проходят стримы, на которых всегда тепло, уютно, интересно. В целом, лампово. И также я являюсь его модератором, присутствую на множестве стримов. Даже с работы стараюсь заглядывать хоть на пару минут. Так что у вас есть отличная возможность поговорить со мной вживую. Ссылка на его канал в описании. Там же будут ссылки на все упомянутое в этом подкасте. Теперь перейдем к темам более стандартным. В прошлом подкасте не сказал, оставив на этот. Шорт по Майклу Майерсу, который вышел 31 октября на Хэллоуин и набравший тогда едва 800 просмотров, на данный момент перевалил уже за 3000 и продолжает расти. Круто! Продолжаем и сразу завершаем тему шортов. В этом месяце их вышло целых один. Это был Нейтан Дрейк в масле. Набрал он на данный момент 1980 просмотров. Немного, не хватило до 2000. Больше ничего не выпускалось. Теперь о более глобальном. В середине месяца, числах в 17-х, нарушить мои планы попыталась болезнь. Работа в сырую холодную погоду дает о себе знать. Но не шанса врагу, как говорится. Я победил Хвой и продолжил снимать, выпускать серии. Таким образом, палач, выходящий по воскресеньям, уже на финишной прямой. Буквально вчера вышел седьмой день, остался восьмой. И очень интересно, что нас ждет в нем и что будет потом. Продолжается наше римское путешествие в Экспедишн с Ром. Мы успешно движемся в завоевании Малой Азии и противостоим царю Понта Митейдату. И ничего у него не получится. Великий Рим одержит победу, и мы сделаем максимально возможное, чтобы не затягивать ее и не давать врагу ни малейшей передышки. Рим продолжит выходить на регулярной основе и дальше. К сожалению, в этом месяце так и не вышло похождение Assassin's Creed Chronicles Индия. У меня сделаны все подготовительные моменты, снята первая серия, осталось только смонтировать, но... Но... Не буду придумывать какие-либо оправдания. Просто эта игра будет принесена на март. Она короткая и не займет слишком много нашего времени. Ждите. Итак, коротко. Палач завершаем. Рим продолжаем. Хроники Индия будет. Шорты не точно, но возможно. И почти забыл, но вспомнил. В этом месяце порадовало продвижение ролика по грегорианским летаниям по вселенной Warhammer 40k. Вышел он еще 2 сентября, но ютуб решил, что февраль идеальный месяц для его показа другим. Ролик не мой, ни в коей мере не присваиваю его, ссылки на авторов указаны под ним же. Также на прошлой неделе я решил поделиться группой, которую не так давно стал слушать, а именно Primal Fear. Их полный альбом я выложил на своем канале. По ссылке внизу можете перейти и послушать, если являетесь любителем Power Metal. Роман стал платным и мне его уже не дочитать. Не настолько он выдающийся, чтобы за него платить. Посему забыли, не рекомендую. Вместо него начал прочтение цикла «Я инквизитор и Ацкопикары». Давно мне рекомендовали, давно я посмотрел в его сторону. Только начал, мнение я смогу сказать уже на следующем подкасте. Но интригует, нравится вселенная, необычно. Касательно моего творчества, пару слов скажу. Весь месяц у меня камнем висит шестая глава, которая есть в одном варианте, но он настолько ужасен, что это недоразумение нужно переписывать. И никак этого не получается. Зато я написал последнюю главу, финал. На сайте ничего не добавилось в этом месяце. Для интересующихся моим творчеством, опять же, ссылка в описании. В аудио формате прослушал стоп-кадр Брэндона Сандерса в озвучке любимого мною Олега Булдакова. И могу рекомендовать каждому это произведение. Интересная концепция с не менее интересным финалом. И в завершении подкаста хочу затронуть тему кинематографа. Февраль выдался чуть более продвинутым в количестве просмотров на мною. Месяц начался сразу с новинки, ночные вызовы, в главной роли Мартин Фрейман. Пять серий этого мини-сериала пропитаны депрессией, отчаянием, полным выгоранием человека и его жизнью на грани. И усугубляется все это тем, что он, полицейский, вынужденный патрулировать Ливерпуль по ночам, сталкиваясь с жестокостью и несправедливостью этого мира. Мне сериал зашел на 9 из 10. Настроение у самого было похожее. Игра Мартина Фреймана прекрасна. Операторская работа порадовала. Да и саундтрек в целом подходил ко всему, что происходило на экране. Знаю, что многих оттолкнет от просмотра уже само описание, но ссылку я все наоставлю. Ах, ну и да. Рекомендую к просмотру в озвучке от ByBaco. Озвучка исключительно 18+, много мата, но он есть в оригинале, что местами слышно из английского текста. Слушал другие переводы. Как по мне, теряется часть той атмосферы, которую хотят донести авторы. В середине месяца нашлось время для отличной ироничной комедии «Руки прочь». История о немолодом ортодоксальном еврее Мойше, у которого случаются проблемы, решить которые помогут деньги от выигрыша танцевального конкурса по танго. Но вот проблема. Его внутренние убеждения веры запрещают ему касаться любой другой женщины, кроме своей жены. Приятно наблюдать, как он выкручивается из этой ситуации. Фильм не бьет рейтинги, не удивляет глобально новым. Но его приятно и интересно смотреть. Как минимум один раз. По моему личному рейтингу где-то между 7 и 8 из 10. И на прошлой неделе посмотрел мелодраму «Любовь как бестселлер». Начинающий британский писатель, продавший за полгода всего две книги, одну из них купил он же, внезапно узнает, что его книга является полнейшим бестселлером в Мексике и отправляется в тур на продвижение. Там он узнает некоторые интересные подробности о переводе своего произведения. 8 из 10, по моему мнению. Сэм Клаффлин порадовал. Здесь заканчиваются новости, и подкаст тоже подходит к завершению. Благодарю всех, кто был со мной в этот час. Увидимся в ближайших роликах. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...